В EPS Consulting обратилась молодая IT-компания из Украины, которая собирается выходить на международный рынок. Собственники команды испытывают сильную тревогу относительно нового этапа развития. Наши психоаналитики закончили диагностику бизнес-процессов компаний и нашли причины, которые тормозят ее активный рост. Следующим этапом была работа с собственниками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С одной стороны, с другой стороны, у вас есть цели, которые вы хотите достичь в своем бизнесе. И тоже можно взять это за основу в работу, потому что, как правило, все наши цели, будь они в бизнесе или в какой-то деятельности, они все равно идут из семейной системы. То есть они, так скажем, корни их так или иначе прослеживаются. У меня запрос, если брать бизнес-словый, это запуск этого оператора в Саудовской Аравии. То есть операционного бизнеса в Саудовской Аравии. Это очень конкретный будет запрос. Будем с вами работать в этом пространстве для того, чтобы вам проще было вынести свои образы, так скажем, сознательного куда-то конкретно. И это очень… Ну, даже взгляд со стороны, как правило, дает очень много пониманий. Вот. Здесь у нас вот это поле, в котором мы будем работать, и у нас есть кружочки и есть квадратики. Кружочки – это женские фигуры, квадратики – это мужские фигуры. И нам нужно будет сейчас выбрать квадратик, которым будете вы, чтобы вы мужчина, выберите цвет. Это не принципиально. Иногда это как-то в расстановке цвет влияет. Сильно на этом не зацикливайтесь. В какой цвет вы выберете. Просто вот как интуитивно. Этот фиолетовый посередине. Вот этот. Хорошо. И вот, смотрите, здесь есть у нас буквы, как координаты. Вверху буквы, слева цифры. И скажите, где будет по координатам стоять ваша фигура, по ощущениям, опять же. Давайте на G16. Так, G16. Я сейчас поставлю. Вы скажите, может быть, надо поправить. Посмотрите, как вам по ощущениям. Не, ну ладно. Оно как-то криво и не этого. Ну, давай так, кстати, ее ставим. Центр, да? Да. Вот так? Если что, можете поправлять. Это тоже маленький нюанс. Мне более чуть-чуть. Да, это тоже потом можем с вами проанализировать. Какие-то моменты, если это будет важно, оно потом все раскрывается в процессе. Хорошо. И вот эта ваша цель расширится в своем бизнесе, в бизнесе своем, то есть операционный бизнес в Саудовской Аравии. То есть вот эта цель, по вашим ощущениям, это какая? Мужская фигура или женская? Почему-то женская, да. Женская. Окей, я бы брал… Какой кружочек тогда, если это женская фигура, то какой кружок это будет? Ну, пусть этот красный первый кружочек. И относительно вас, где он будет находиться? На той же линии, грубо говоря, туда справа. Хорошо. И сейчас посмотрите на вот эти две фигуры и скажите, что вы чувствуете, когда смотрите на поле, на эти фигуры? Какие у вас чувства возникают? Ну, с красной фигурой как бы не все, как это, легко. Она так, во-первых, она красная, да, она вызывает такое ощущение. Ну, такая, типа, интересная история, но непростая. Какое чувство вызывает эта фигура, когда вы смотрите на нее? Больше, ближе к волнению, это, скажем, наверное, волнение с… Ну, она мотивирует, это такая история, мотивирующая. Это не про страх, это, наоборот, не то, чтобы там предвкушение, как я не знаю, как это чувство, но такое заряжает на действие. То есть вы сфокусированы вот на этой фигуре, а вот когда вы смотрите на свою, как она у вас, что вызывает? Она как-то так заторможенная пока, она может явно… Ну, короче, пока не сильно двигается. Хорошо. Смотрите, у нас вот есть два заместителя. Давайте попробуем с заместителями сейчас, чтобы прочувствовать, да, фигуру. Заместитель. Человек, который наподобие радиопередатчика транслирует чувства и эмоции того, кого он замещает. Источником информации является психологическое поле, которое возникает на сессии. Смотрите, Григорий, у нас есть два заместителя, это Ирина и Юля, да. Вам нужно будет сейчас выбрать заместителя на роль себя, да, и на роль вашей цели. Это операционный бизнес, да, в Саудовской Аравии. Почему это? Аравия. Ну, хорошо. Ира на цели, а Юля на меня. И тогда попросите, скажите, Юля, побудьте, пожалуйста, моим заместителем. Юля, побудьте, пожалуйста, моим заместителем. Хорошо. Да, вам, да, вы скажете, да, хорошо, я побуду. Ну, это такое, как вы. Да, да, я побуду. И, а Иру попросите быть заместителем вашей цели, прям полностью ее произнесите, да, эту цель. Ира, побудь, пожалуйста, заместителем цели, которая является запуск оператора МОЛО в Саудовской Аравии. Хорошо, я побуду. И сейчас заместители, вы как бы соединитесь, да, вот с этими фигурами, просто чувствуйтесь, да, ну, как бы не здесь, если вы ни разу не были заместителем, просто здесь скажу, здесь не нужно обдумывать, кто я сейчас, да, или что. То есть просто чувствуйте, да, и я вам буду задавать вопросы, вы просто будете на них отвечать. То есть не анализируя умом, потому что вы можете себя почувствовать совершенно не той фигурой, которая была, были назначены. И это важно тоже здесь сказать. Что вы сейчас чувствуете? Сейчас я чувствую немного такое, как бы непонятно, как дальше. Такое как бы замирание. Хорошо. Смотрите, вы себя женской или мужской фигурой ощущаете? Мужской. Мужской. Хорошо. На какой возраст? 30-35. То есть вы чувствуете себя мужчиной, да? Ну, то есть вы, можно сказать, что вы чувствуете себя Григорием? Да. И если вы посмотрите на фигуру, видите ли вы фигуру, которая перед вами? Это вопрос Ирия или мне? Это вам пока, заместитель Григория. Есть еще вторая фигура, да? То есть если вы смотрите на нее, вы ее видите? Очень размыто. Очень размыто. Хорошо. Ну, если вот размыто, вы можете определить, это какая, женская фигура или мужская перед вами? Больше женская. Больше женская. Если это женская, попробуйте сейчас, да, вот просто ощутить. Это по иерархии старше вас, младше или на равном. То есть что значит старше? Старше – это значит как родительская, да? Ну, не обязательно это мама, да? Это может быть там старше и дальше, да? Какая-то более старшая фигура или тетя и так далее. Больше чувствуется как старше. Как старше. Как родительская, да, фигура? Да, ну не намного старше, но вот какой-то такой, как опека, что ли, вот чувствуется вот как будто сверху немного. Это женская фигура, как немножко. Это все-таки материнская фигура или это просто какая-то старшая женщина? Я бы сказала старшая сестра. Практически сразу после начала работы у одного из заместителей возник давлеющий образ сестры. В этот момент психологи еще не знали, есть ли у Григория сестра и насколько сильное влияние она может иметь на его жизнь. Однако вскоре все стало на свои места. А какие чувства у вас? Есть ли какие-то чувства к этой фигуре? Ну, не могу сказать, что что-то такое. Ну, обычные, как сказать? Ровные, положительные, доверительные. Хорошо, хорошо, спасибо. А заместитель цели? Что чувствуете? Если чувства менялись, можно вкратце сказать. Ну, допустим, когда фигура говорит другая, возможно, что чувства меняются. Да, ну, вы вот самое важное, да, если что-то было важное вначале, можете сказать? Практически сразу очень сильное давление в районе груди. Задыхаюсь, ну, прям очень тяжело дышать. И, ну, это боль в сердце. Ощущение как будто раздавливает прессом. Немного страх. Тревога, страх, тревога. Ну, какая-то беспомощность, что ли, обреченность. Ощущение такое, как будто нет выхода. Вы себя женской фигурой ощущаете? Изначально я чувствовала себя мужской фигурой. Ну, потом почему-то я стала чувствовать себя женской. Второй заместитель Григория почувствовал мужской образ с сильными, почти непереносимыми переживаниями. Психологу было понятно, что все, что возникает на сессии, не просто так. Но каким образом это развернется в дальнейшем, не мог предсказать никто. Если вы посмотрите на фигуру, которая напротив вас, вы кого там видите? Я почему-то вижу ткань просто. Может быть, за тканью кто-то прячется? Возможно, будет ощущение, кто там, да? Что это за фигура, да? Кто она для вас? Как вы ощущаете? Я как будто бы догадываюсь, что кто там, но очень большой страх увидеть ее и сказать себе, да, это точно, это она. То есть это для вас старшая женщина, да? То есть у вас есть страх перед ней, правильно? Да. И вот сейчас, если женская фигура, то сколько вам лет примерно? Ну, мне до сорока. До сорока? Ну, больше тридцати. Нет, двадцать пять, ну, меньше сорока, ну, больше двадцать пять. Не знаю, возраст у меня неопределенный. Григорий, когда вы сейчас слушали заместителей, да, что-то, может быть, что-то откликнулось, да, что-то вот вы прям как бы почувствовали? Я просто думал, что у меня-то страха нет, но, возможно, он где-то есть. Просто мы хотим привлечь под это деньги достаточно большие, да, и вообще это бизнес про значительно большие деньги, чем, которые, там, есть опыт, там, ну, управления. Ну, вопрос такой, есть ли у вас какая-то старшая, может быть, сестра? Есть у вас старшая сестра? У меня есть сестра на 12 лет старше. Вот тут, видите, в расстановках, ну, вот семейное, да, то, что мы как раз можем увидеть, то, что мы не осознаем. На самом деле все мы бизнесы, да, строим все дела и так далее, это все идет из родовой системы. То есть это вот, ну, так скажем, если вкратце говорить. Вот здесь я бы сказала, что, вероятнее всего, действительно, ваше бессознательное, вот эта цель почему-то, да, на нее проецируется ваша старшая сестра. С чем это может быть связано? Ну, может быть, с каким-то там детским желанием доказать своей сестре. Ну, например, я сейчас просто говорю, да, что вы там можете что-то или, ну, я не знаю сейчас, да, мы сейчас попробуем через заместителей проявить, да, может быть, вы это даже не осознаете. Это когда-то в детстве, может быть, что-то у вас, какой-то импульс был. Я могу сказать то, что на сейчас приходит, да, то есть, опять же, скорее всего, это какая-то вот типа вопрос там, ну, достоин ли, или что-то как-то так его сформулировать. Просто ее ко мне было, ну, там раньше, еще когда мы там чаще виделись, значительно там и так далее, такое типа было немного, ну, она же относилась как к малышу, такому вечному, да, наверное, и типа это было пренебрежение определенное, даже когда у меня были достаточно серьезные там результаты, ну, например, про сравнение с ней, то есть у нее в жизни, ну, нету, она там, она просто парикмахер, прямо скажем, ничего такого сверхъестественного абсолютно, да, и все, всегда она как-то, ну, то есть, у меня не было каких-то амбиций, по-моему, там, к чему-то, вот. Вот, а я там в 25 лет, например, стал директором, вот я просто сейчас как-то вспоминаю, я вообще про это, честно говоря, забыл и смутно вспоминаю, но я когда стал директором в компании в 25 лет, в 24 мне еще даже было и так далее, то от нее была такая типа, ну, пренебрежу, типа, ну, короче, вот я почему-то сейчас это хорошо помню. Вот, и типа не вместо того, чтобы там порадоваться, какая-то, наоборот, такая была история. Это может быть именно, опять же, бессознательные, да, какие-то импульсы, это как, ну, сейчас вкратце расскажу, да, как один кейс, чтобы было понятно. Молодой человек создал бизнес, то есть, ну, вернее, пришел на работу, да, что бизнес его дальше никак не продвигается, не развивается и так далее. Он хотел понять, в чем суть. И когда стали работать, то в процессе увидели, что он стал строить бизнес, и потому что девушка, которая не дождалась его из армии, вышла замуж за какого-то другого парня, у которого, ну, на тот момент, там, был более, там, да, там, богатый по статусу, да, такой более значимый. И он, когда вернулся, да, увидел это, и он начал создавать бизнес, он, ну, это бессознательный импульс, как бы доказать ей, что я какой, да, и, но он это не осознавал. То есть, он пришел, увидел, да, у него боль внутри, он создает бизнес, не думая о том что-то, но на самом деле он делал это ради вот этого, да, ради того, чтобы доказать ей, что он тоже, ну, не промах. И когда прошло время, да, он ей, как бы, ну, доказал, у него потом уже другие отношения, все, а цель у бизнеса была доказать, понимаете, цель бизнеса доказать той девушке, все, он доказал, и бессознательная цель бизнеса достигнута, и бизнес больше дальше не двигается, понимаете, как бессознательно влияет. То есть, вот эта цель была бизнеса, чтобы доказать, когда эта цель была достигнута, все, бизнес стал, и вот никакой маркетинг ничего не помогало, потому что у бизнеса была задача, хотя она была заложена тоже бессознательно, то есть, он не обдумывал, да, что я хочу доказать своей девушке, да, что я там супергерой, нет, то есть, это все вот так. И здесь тоже вот этот момент, потому что, на самом деле, для нас очень важно является вот эта оценка наших близких, хоть мы можем это не понимать, и здесь, конечно, вот этот момент, он может влиять, да, вот на стремление, и мы сейчас посмотрим, да, у заместителя спросим, мы можем контекст этот убрать, да, с вашей цели, и может случиться такое, что ваша цель, она изменится, или вы, ну, как бы почувствуете внутри, что это что-то не то, что вы хотите, это такое тоже, или ваша цель просто очистится, да, вот от того, чтобы доказать сестре, и тогда, ну, возможно, у вас вот этот страх, потому что страх еще возможен, то, что, ну, смотрите, да, как будто сестра может покритиковать опять, посмеяться, да, и что-то еще, да, и вот этот страх, он может оттуда возникнуть, вот этот тоже момент, и если с этим разобраться, да, то, ну, то есть сейчас попробуем через разрешающие фразы это сделать, да, чтобы, как бы, ну, здесь вот эту энергию перезапустить, так скажем, вот, и тогда уже, ну, по крайней мере, вот эта, вот эта точно часть уйдет, вот, и вы уже будете с целью, да, как более с абстрактной фигурой общаться, да, не видеть в ней никого из своей семейной системы. Ну, да, может быть, да, со стороны сестры идет за это, за, как это сказать, ну, типа вот такое там, да, пренебрежение пусть будет, да, то есть обесценивание, да, обесценивание через какие-то шуточки. Это, кстати, один из вопросов, почему я с ней, может быть, где-то и не хочу, ну, на каком-то уровне, то есть там у нас нету коннекта нормального. Заместитель Григория, как сейчас себя чувствуете? Я чувствую себя ровно, спокойно, у меня нет какого-то, может быть, злого намерения, умысла, то есть, ну, как-то так. Очень интересно было, когда говорили про сестру, у меня обострялось вот это, опять же, ощущение давления в груди, и пришла очень интересная такая мысль, прям фразой, да, как будто меня жаба давит. И вот это давление в сторону Григория, да, ну, то есть как будто я завидую, прям вот такое было ощущение. Потом, когда я это подумала, что это похоже на зависть очень сильную, то сразу ушло давление в груди, и мне стало намного легче дышать, мне стало спокойнее. Очень интересно было, когда сказали, что сейчас мы сделаем что-то, сделаем, и тогда проекция сестры уйдёт от цели, или будет освобождение, у меня появилось такое какое-то ощущение надежды, хотелось прям дышать, говорит, Господи, слава Богу. В тот момент казалось, что тяжёлое чувство в груди и затруднённое дыхание, которое испытала заместитель, относились к сестре Григория. Однако вскоре стало ясно, что переживания намного глубже, и эти ощущения связаны со смертью. Я предлагаю сейчас вот эту проекцию вашу на цель сестры. Мы сейчас снимем, и уже конкретно с сестрой поработаем, потому что мы ставили сюда не сестру, если бы мы сестру ставили, это один вопрос, а мы ставили цель. Цель освобождаем от этой проекции, и здесь пробуем вот этот момент уравновесия, что происходит между вами и сестрой. Потому что, видите, здесь понятен процесс, она старшая по иерархии, и для неё тоже вот этот момент, что младше её, вполне вот эти чувства, они естественны здесь. Здесь не надо смотреть на это что-то ужасное, сестра мне завидует, ну я не знаю, как у вас. Это нормально по иерархии, когда особенно если младше начинает быть более успешным, чем старше, вот так в системе это работает. Но это всё можно уравновесить, то есть это можно всё в баланс привести, и тогда вам будет проще цели достигать. Потому что, с одной стороны, вы вроде доказываетесь сестре, что вы лучше, а с другой стороны, вы как из-за лоярности к ней, что она старше по иерархии, можете эти цели не достигать. Скажите, каким кружочком будет ваша сестра? Ну пусть будет зелёным, светло-зелёным. Вот эти салатовенькие, да? Мы вот эту проекцию снимаем, сдвигаем её в сторону. То есть заместитель Григория, смотрите, да, и Григорий, вы тоже смотрите. Вот это цель, да, чтобы создать операционный бизнес, да, новый, в Саудовской Аравии. А это старшая сестра. Это две разные фигуры. Я просто вам, я сейчас не знаю, Григорий, насколько вы это сможете осознать, я вам всё равно скажу, да, ваша сестра на самом деле видит вас не своего брата, а какую-то, ну, возможно, маму или старшую женщину, которая она… Ну, то есть у неё своя там проекция на вас, вот, как бы, поэтому здесь мы сейчас снимаем, да, и каждый заместитель, ощущаете, да, что с вами происходит сейчас, как это для вас, Григорий, что мы разделяем вот эту цель, да, а это – это сестра. С вопросом, опять же, тех же денег, да, потому что это обесценивание, ну, денег в семье никогда не было таких особо, да, это там ни у кого, и там для моей мамы это страх какой-то тоже там всю жизнь, вместо того, чтобы порадоваться за это, да, и так далее. Просто у меня происходит с определённой регулярностью ситуации, когда, доходя до больших денег, ну, там, для меня большие, да, там, объективные, на какой-то момент именно большие, что-то происходит. То есть, вот, первый раз я дошёл в 2008-м, это были большие очень деньги, как бы, тогда для меня там, и произошёл кризис, который всё там поломал. Второй раз это произошло в 2014-м году, опять же, из-за там революции, курсы и так далее, то есть, сколько там прошло, 5 лет. Потом это произошло в 2020-м году, когда начался коронавирус, и потом оно произошло в 2022-м, когда началась война. Опять же, перед войной у нас всё было неплохо. Вот, когда начинаются большие деньги, начинается какая-то фигня, культурно назовём, которая обрубает источник этих денег. Вот, я не знаю, это связано, ну, понятно, что это, как бы, внешний фактор, это такое дело, вот, вопрос, почему у меня это происходит регулярно. Вот, и после этого надо начинать сначала. Скорость теперь, с которой я могу начать сначала и дойти опять до этих денег, она, ну, то есть, время на это надо меньше, видимо, да, то есть, там, вот, после этого понадобился год, да, там, первый раз понадобилось 5 лет. Не хотелось бы, чтобы оно повторялось, да, и, наверное, здесь какая-то внутренняя там боязнь больших денег и всё прочее. Ну, оно идёт от семьи, это... Вот, вы прямо сейчас проговорили, это, ну, проговорили сценарий, семейный сценарий, повторяющийся из поколения в поколение шаблон взаимоотношений и поведения, который поддерживается всеми членами семьи. Каждый ребёнок на бессознательном уровне в какой-то степени повторяет судьбу родителей или ближайших родственников. Когда вы приближаешься к большим деньгам, что-то случается, ну, как правило, плохое. И, вероятно, возможно, у кого-то, ну, в родовой системе, да, то есть, вспомним, и раскулачивание, и всё такое, да, но эти события, они вроде непосредственно, ну, как, не то, что вас прям конкретно касается, но события, да, они как будто подтверждают, что деньги к плохому, да, вот вы, ну, так. Я могу подтвердить, это произошло не в таких далёких даже поколениях. У меня со стороны бабушки и дедушки с обоих сторон, по маме, её папа, мой дедушка, был очень богатый пан на Западной Украине, и у него там было очень много земли, мельницы, всякие маслобойни и так далее. И он реально был до войны в статусе, ну, хозяина от этого всего, это называлось пан и так далее. Это была Польша. И советская власть после войны благополучно засадила его вместе с бабушкой на Магадан, там, куда-то на 10 лет или на 15, и всё отобрали, не осталось ничего, ни кирпича от этого всего. И, ну, поскольку я такой поздний, в принципе, ребёнок, я их не застал. Дедушка умер там за месяц до моего рождения, бабушка умерла там чуть раньше, за поздно. Мама была беременна, когда они оба умерли. А по второй линии, по папиной, дедушка что-то там делал деньги на древесине, лес, что-то такое, за что-то там отвечал. Но, опять же, это был Советский Союз. В общем, он умер в 60 лет от инфаркта, и говорят, я его тоже, естественно, никогда не видел, он умер задолго, но я назван его честью. В тот момент стало ясно, почему второй заместитель изначально почувствовала себя мужской фигурой. Всё указывало на то, что это было состояние дедушки Григория, который скончался от инфаркта после потери своего состояния. Второй дедушка, да, на самом деле он накопил там порядка 20 тысяч рублей. В принципе, в советское время, там, какие-то были годы, даже не знаю, там 60-70-е какие-то там, были большие деньги. В итоге бабушка, которая дожила до 92-х лет, если я не ошибаюсь, ну что-то, или до каких-то, может, не 90-х, ну там много. Она всю жизнь не тратила эти деньги и была очень, короче, она хотела их передать по наследству, в итоге всё это наследство превратилось в ничто, когда союз развалился. Семейная система — это травма, ну как бы это травматичное событие, да, что как бы получается, ну сами понимаете, да, тут вот это всё, оно как раз может и тоже не пускать большим деньгам вас, да. И я так понимаю, что этот проект, ну как не пускать, в кавычках, понимаете, да, что это всё такая, скажем, психологическая внутренняя игра. Получается, это такая травматичная история. С одной стороны, ресурсные предки там по мужской линии, которые умели зарабатывать деньги, которые вы можете, ну просто, вот как вот если предки, да, уже прошли ту дорогу, да, проложили, вы можете идти, да, кому-то надо там, не знаю, пахать, 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 а вы можете просто идти, потому что у вас уже есть, ну, за спиной те люди, которые были предпринимателями, ну. При этом тоже интересно, папа нормально умел зарабатывать, такой тоже трёхий предприниматель, но… он все тратил. И его в какой-то момент какая-то тупая была схема. В общем, даже его типа посадили, его не посадили, но ему шили какое-то дело по молодости. И вот он все зарабатывал, после него ничего не осталось. И, кстати, мама всегда создавала во мне наоборот задачу экономить, и что тратить на себя это очень плохо. И она всегда говорила, что он вообще страшно, как это назвать, культурно тоже неправ. Потому что он это делает. Я с этим до сих пор борюсь внутренне, потому что оно вылазит и вылазит какие-то. Причем, кстати, у меня легко, я трачу большие деньги, а вот на каких-то небольших, то, что из детства идет, то, что там прям так нормально запаковали, что на себя нельзя тратить деньги. Папа тратил почему? Потому что дедушка не тратил ничего, и деньги вообще пропали, да, получается. Интересно, да, я думаю, что... Но потом решил реализовать программу ровно наоборот. Но как бы сейчас вообще такое время, оно вообще трансформационное, люди переходят в другие вообще состояния, за одну жизнь могут прожить разные-разные истории. И сейчас как раз есть возможность взять ресурс урода, да, и вот эти травмы их, ну, то есть трансформировать, да, не брать их. У нас сестра и дедушка, да, на цели получились. То есть можем с этим дедушкой поговорить внутри себя, да. Заместитель цели. Вот сейчас, когда слушали, что больше... Ну, вообще, во-первых, откликнулось ли, да, вот эти истории, как вы их ощущаете, и вот что чувствуете? Когда делили зеленый этот кружочек от красного, это было такое офигенное ощущение, потому что я в этот момент почувствовала себя мужчиной сразу, и у меня была такая легкость, мне хотелось... Я даже сидела, я раскачивалась, мне хотелось даже танцевать. Когда Анна Григория начала говорить о тех историях про семью, вот на истории, где раскулачили, ну, как бы было неприятное ощущение, но не настолько, но когда говорили про дедушку, который умер, сразу вернулось очень сильное давление в сердце, опять начались проблемы с дыханием, и получалось вот это такой ужас прям, ужас, ну, вот это когда все было потеряно, ну, сначала это боль в сердце, да, это прям как пресс, как будто на тебя что-то давит, а потом, когда разучалось, что все деньги просто пропали, вот эта тревога, паника, этот ступор и безысходность, вот оно вернулось, все мне показалось, что это очень связанные чувства, которые у меня были. Заместитель говорит о том, что больше откликается вот второй дедушка, да, и вас назвали, да, в честь него, ресурс от мужской линии, да, получается, по папиной большой, я думаю, что от материнской линии там есть у вас ресурс, но сейчас больше проявляется вот это, да, и сейчас, ну, вот представьте, что, ну, вот посмотрите на этот кружочек, да, что это, ну, это ваш дедушка, да, он внутри вас находится, потому что все наши предки, да, мы как бы гены наши, да, они все вот внутри нас находятся, и скажите ему, привет, дедушка. Привет, дедушка. Разговор с предками – психологическая техника, которая позволяет клиенту прийти к целостности, наладить отношения со своим бессознательным прошлым, родовыми программами, и, как следствие, самим собой. Я родился гораздо позже, после того, как ты умер. Я родился гораздо позже, после того, как ты умер. Я тебя никогда не видел. Я тебя никогда не видел. Меня назвали в честь тебя. Меня назвали в честь тебя. Я вижу, что внутри тебя много положительной, ресурсной, морской энергии. Благодаря этому я иду в своей жизни к большим целям. спасибо тебе что ты в своей жизни так много успел сделать спасибо что ты передал жизнь моему папе а папа передам ним как и для вас эти слова что чувствуете когда говорите я просто не единственный кто езжу на на его могилу их с бабушкой могилу там сидела там каждый год сколько себя помню начале с мамой ездил там с папой не помню с папой ездил не ну когда-то ездил на когда он приезжал ездить вот но я короче каждый год езжу там выбираем и иллу я так и надо смотрю я уже там то с ним развалит раньше не было такого конекта сейчас да так нормально мурашит поэтому я знаю что на самом деле это от него потому что по вами на линии нету предпринимательской жилки там ни у кого скажите сейчас я точно знаю откуда у меня это предпринимательская хватка сейчас я точно знаю откуда предпринимательская хватка. И папа тоже умел это делать. У меня сильный мужской рот. У меня сильный мужской рот. Когда Григорий говорил слова, у меня было такое огромное чувство благодарности, что меня помнят. Скажите, Григорию, для меня важно, что ты помнишь и ценишь. Для меня очень важно, что ты помнишь и ценишь. И я хочу сказать, что твой отец был прав, когда тратил все на себя и не боялся. Мне очень хочется сказать, чтобы ты никогда ни в чем себе не отказывал. На деньги приходят очень легко. Мы ошибались только тогда, когда боялись их тратить. Видите, какое послание вам, Григорий, идет. Как это для вас? Что сейчас чувствуете? Да, на самом деле я к этому сейчас и сам не только сейчас, но особенно в последнее время так осознанно пришел. И все равно где-то на муллет, потому что со стороны мамы совсем другая была программа и есть до сих пор. Ну, она по другой программе живет. Вот себе ничего типа, да. И я полностью согласен с дедушкой. И это скорее даже не... да, это разрешение себе как бы и денег, и возможности их тратить, потому что иначе зачем нужны деньги. Я это, кстати, могу подтвердить в своей жизни, причем, когда я начинаю на чем-то экономить, обязательно это через одно место влазит. Это же обмен с миром, да, когда мы получаем и тратим, получаем и тратим. То есть мы же тоже, с одной стороны, мы получаем, зарабатываем, с другой стороны, когда мы тратим, мы же тоже кому-то платим, да, мы тоже даем кому-то возможность заработать. Это так и есть, да, потому что экономия – это сжатие, это жаба, это, как говорится, которая давит, поэтому она никому не надо... Не могу сказать, что у меня... Ну, короче, да, я согласен. То есть вообще убрать эту всю историю, потому что она просто перекрывает. Хорошо. Да, в потоке. Самое интересное, я могу сказать, что вот сейчас с точки зрения цели, даже если я на нее смотрю, и я сейчас начал про это думать, то такая же легкость, да, то есть если вначале здесь было типа никуда не двигаешься и какая-то такая непонятность и неясность, то сейчас типа эгэй присутствует. Хорошо. Давайте мы сейчас еще заместителя вашего спроса, может быть, если... Юль, скажите, что-то поменялось в состоянии? Если посмотреть на цель, то маленькая такая тревога у меня еще остается. Я как бы себя спрашиваю, все же будет хорошо, все же будет хорошо, но и в то же время я как бы понимаю, что да, все будет хорошо, надо просто идти. Насколько бы вы передвинулись сейчас? Цели? Я бы прям, знаете, быстрыми шагами бы пошла. Ну вот сейчас, давайте я буду двигать, вы скажите, где вам бы было сейчас комфортно относительно цели? Вот я сейчас двигаю, да? Да, вот прям идем, 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 и вот где-то вот здесь, наверное. Ну, больше такой, знаете, драйва радости появилось, такой активности, драйв, энергия, активность и такая внутренняя радость. Чем, скажите, чем ближе я к цели, тем внутри меня больше радости и драйва? Чем ближе я к цели, тем больше у меня радости и драйва. Это так? Ну, то есть... Это так. Хорошо. Как, Григорий, вам вот это движение к цели, как вы его ощущаете? Да, оно явно двигается. Ну вот, опять же, с точки зрения с ощущений, то как будто убрали стену, типа, да, ну или что там было. Вот. И можно идти, ну, типа, как будто есть... По обратной связи Григория стало ясно, что мы достигли положительного результата работы. Но это была только половина дела. Получить вау-эффект от психологической сессии несложно. Намного труднее научить клиента фиксировать ресурсное состояние и напоминать себе о нем. Вот это состояние вы там зафиксируете внутри себя, легкость, что вот это контакт с фигурой дедушки, да, с родовой силой мужского рода, да, которые... предприниматели, у которых уже есть, как, знаете, цари, да, цари, вот они, цари, у них голубая кровь, да, у вас предприниматели, вы предприниматель, да, вы можете гордо об этом заявить и смело идти в этом, ну, в этом мире и для вас уже дороги проложены. Ну, это тоже, это же состояние, да, определенное, которое открывает двери, люди чувствуют внутри, вы предприниматели, уже вам, ну, как бы... Да, понимаете, да, вот эти моменты. Хорошо, тогда выводите заместителей из ролей, как выводится, ну, допустим, вы говорите, Юля, вы больше не мой заместитель, вы Юля, спасибо. Юля, вы больше не мой заместитель, вы Юля, спасибо. Благодарю. Ира, ты больше не моя цель, не мой дедушка, не моя сестра, не кто-то из моей родовой системы, ты просто Ира обратно. Я Ира, спасибо большое. Спасибо вам тогда за доверие, да, будем на этом завершать. Да, и вам спасибо за работу большую. Бизнес-расстановка завершилась, и Григорий получил от нее свою пользу. Как он будет использовать полученные знания, зависело только от него. Впереди нас ждали творческие сессии с собственниками, и новые конфликты, которые они старались не замечать. Не отходя от кассы, хочу сказать, что есть чувство какого-то завершенного этапа. И это хорошо. На этой ноте всем хорошего вечера.